Здравствуйте, Владимир Александрович. Итак, как вы оцениваете устранение последствий, вот чрезвычайной ситуации, которая случилась у нас в прошлом году, 12 апреля? В целом объем, который нам предстояло реализовать, в основном близок к завершению. Мы фактически по всем соглашениям построили 1240 домов. Ту инженерную инфраструктуру, которую мы должны были подготовить для функционирования этих жилых объектов и социальной сферы, мы в этом году планируем закончить. Те мероприятия, которые не были реализованы и по времени не успели, вынуждены были в конце года оставшиеся финансы вернуть на федеральный уровень. Вот сейчас они дополнительно поступили, 54 миллиона, и в течение лета это все должно быть устранено. Я вам напомню, что помимо строительства жилых домов были построены 4 социальных объекта, это 2 ФАПа в Кагаево-Кожухово, там же 2 начальные школы, был проведен капитальный ремонт 39 домов, ну и большой объем работ был связан с выплатами населения пострадавшими. Обращу здесь внимание на несколько моментов. Везде почему-то фигурирует цифра, что без крови остались 6600. Вообще 6600 это всего пострадавших граждан. Из них 600 примерно не получили финансовую субсидию по причине отсутствия законных оснований. В основном это были дачники, а 5950 на текущий момент эти финансовые суммы получили. В общем объем их составил 515,5 миллионов. И без крова, те люди, которые остались, эта цифра составляет 4380 человек. А вот 54 миллиона, которые пришли к нам из федерального бюджета, они на что пойдут? Это те мероприятия, которые мы не успели сделать в связи с погодными условиями. Вообще в целом было основное базовое соглашение 28 мая. И по каждому объекту, который документально был готов к началу работ, дополнительно составлялись соглашения. В некоторых соглашениях было по 20 домов, по 30. И всего таких дополнительных соглашений было 20. Поэтому последнее соглашение, которое было 22 декабря, ну очевидно, что мы не могли проводить уже земляные работы. Это централизованный водопровод, где-то вопросы по канализации. В основном это по 6 населенным пунктам. Это Краснополье, по Черногорску, по Узбюре, по Шира и так далее. А какие-то дома еще нужно достроить? Да, у нас еще с точки зрения достройки пока 8 домов. Возможно, еще в судебном порядке суды еще длятся какие-то моменты возникнут. Мы тогда будем решать это на федеральном уровне в дополнительном строительстве. Вот эти 8 домов, которые к строительству были юридически готовы в декабре, а в декабре у нас было 4 соглашения. Но по понятным причинам мы не могли их начинать в силу погодных условий строительства. Поэтому вот эти финансовые средства были перенесены на текущий год и с учетом погодных условий сейчас начато их строительство. Ну, прошедшая большая стройка, это было очень трудно, это была действительно сложная задача. Но в некоторых домах, как известно, погорельцы жалуются на ряд недоделок. Вот как идет их устранение и какие силы прилагает правительство для того, чтобы помочь людям? Во-первых, было абсолютно очевидно, что подобные претензии будут возникать. Это не 14 домов, это не 140 домов, это 1200 с лишним домов. И в такие кратчайшие сроки, вы знаете, что, по сути дела, строительство было начато в июне месяце. Когда первое постановление вышло, 30 апреля, мы, конечно, ужаснулись, поскольку там стоял такой пункт строительства не более площади, которая сгорела. Это означало индивидуальные проекты по большому количеству домов. Где-то этот домик был 26 метров, где-то 28. И когда глава республики все-таки аргументированно убедил федеральный центр, что нужно подходить иным совершенно подходам, и все-таки это было выработано решение, там, где меньше 30, скажем, 3 квадратных метров для одного человека, всем 33 квадратных метра и так далее, 42, там 54, 70. И 28 мая состоялось вот это вот окончательное решение. И, по сути дела, только через две недели, в середине июня, начали приходить финансы. Вот этот вот огромный объем работы в кратчайшие сроки определенно давал основания предположить, что много будет недоделок. Во-первых, технологически невозможно так быстро строить. Вы знаете, есть определенное время для затвердевания бетона. Большое количество деревянных конструкций. Одномоментно такое количество дерева в сухом виде его просто невозможно было достать. Моменты, связанные с подведением коммуникации к домам. Вы знаете, что любой грунт дает просадку. Когда делали коробки, понятно, что земляной там грунт пододвигали для того, чтобы нивелировать, проводить вертикальную планировку. И те отмостки, которые делали, очевидно было, что они начнут давать просадку. То есть мы изначально, безусловно, видели, что многие моменты будут проблемными. И при этом глава давал указания, были соответствующие соглашения заключены со всеми генподрядчиками о том, что они 5 лет, что называется, еще ведут по жизни эти дома для того, чтобы устранять. Особенно сложно, когда эти дома после постройки сразу входят в зиму. Нужно просто сейчас постараться максимально спокойно в течение летнего времени, теплого, устранить недостатки и постараться просушить полностью все конструкции. Но наиболее острая ситуация в поселке Шира. А каковы последствия того, что бывший генеральный подрядчик Черногорский отдел строй сейчас не в состоянии выполнять свои обязательства? Как вы с этим справляетесь? Ну, во-первых, Шира по объему работ, это была самая сложная территория. 432 дома всего по Ширинскому району. Из этих 432 домов, вот на первоначальном этапе, генеральный подрядчик, о котором вы сказали, Черногорский отдел строй, вообще предполагалось, что он будет строить всего 50 домов. Это так называемый участок новый, Иткульский. Но Алтайский край, который отправил нам в качестве генподрядчика одну из строительных фирм, достаточно серьезно, но потом выяснилось, что, к сожалению, она не готова к этим видам работ. Вынуждены были от нее отказаться. Учитывая отсутствие других генподрядчиков, Черногорский отдел строй вызвался взять этот объем работ. И всего из 432 домов Черногорский отдел строй там строил 298, ну, львиную долю. Очевидно, переоценил свои возможности. В качестве работников на различных этих объектах там было огромное количество субподрядчиков. Я вам даже скажу, было, видимо, изначально для Смольникова непонятно, что некоторые бригады представляли себя, как в народе говорят, шабашников, которые, извините, топор, может быть, держали как стакан. И вот этот вот объем работ, когда приступили они к выполнению, ну, казался, видимо, им выполнимым. Государство вообще в лице заказчика Управления капитального строительства все свои обязательства выполнило. 600 с лишним миллионов на строительство этих домов генподрядчику было перечислено. Ситуация очень сложная стала по некоторым позициям. Ну, во-первых, конечно, короткие сроки. Изначально, когда заключались соглашения месту генподрядчикам и субподрядчикам, выплачивался аванс в объеме 40% от общей суммы. Ну, когда поняли, что вот такие кратчайшие сроки все-таки нужно аванс увеличивать, и этого требовали генподрядчики и субподрядчики, эта сумма была увеличена до 80%. И были ситуации, когда субподрядчик брал на себя примерно строительство 50 домов, ему выделяли аванс 80%, он сделал 10 домов и уходил. И поиски его не увенчивались успехом, то есть он получил значительно больше, чем он должен был освоить, вернее, не освоить, а больше, чем он фактически сделал. И таким образом получилось, что Смольников, по сути дела, всем подрядчикам финансовые ресурсы отдал, только многие из них не выполнили тот объем работ, который они должны были выполнить. Безусловно, в рамках уголовного дела будет дана оценка вот всем этим моментам. Надеюсь, это будет объективное расследование. В конечном варианте найдут, что называется, истину. Что на текущий момент по строителям? Безусловно, там их была вина. Вот с ними были заключены соглашения, однако они были к этим соглашениям приложены, так называемые приложения, в которых была обозначена сумма квадратного метра. И теперь идут споры. Некоторые говорят, мы выполнили объем работ, хотя они фактически не сдавали так называемые отчеты КС-2. Некоторые, может быть, выполнили объем 1 миллион, а они теперь говорят, а мы выполнили на 4 миллиона. И фактически власть, по большому счету, понимает, что подобные споры рассматриваются в суде, а очень проблематично им рассмотреть в суде, у них не в порядке все документы. Поэтому вот такая реакция о том, что выходят на митинги. На митинги легче донести свою информацию. Тем не менее, эти строители, люди, что называется, наши, проживающие в Хакасии, и не только. Мы считаем, что справедливость здесь должна вас разрушить. Вот сейчас создана рабочая группа, пытается понять одну сторону и вторую, найти взаимопонимание и найти варианты выхода из этой ситуации. Я вам скажу сразу, это непросто. Вот на последнем заседании из 26 субподрядчиков только шесть представили документы, которые соответствуют предъявляемым требованиям, и Черногорский отдел строя их подтверждает. Остальные два субподрядчиков говорят, нам должны больше, чем нам сейчас на самом деле было перечислено. Как так случилось, что на президентской стройке не было контроля за финансами? То есть кто в этом виноват? Там же был и общественный уполномоченный от главы Хакасии, там и постоянно был аппарат правительства, там и УКС, наверное, следил за этим. Как так случилось, что вот... Значит, ну, во-первых, на самом деле огромные объемы работы, и глава республики, мне кажется, системно, достаточно грамотно постарался распределить вот этот вот функционал, в том числе и контролирующий. Но это не специалисты, которые вправе контролировать прохождение финансовых ресурсов. Их роль была совершенно в ином. Действительно, у нас каждый заместитель был закреплен по направлению деятельности за отдельными районами. В частности, я отвечал за Усть-Абаканский, Алтайский район, город Абаканский, Саиногорск и Черногорск. То, что очень большие проблемы были по качеству жилья именно у Черногорского отдела строя, а, кстати, в Шира, в самом Шира работали триггент подрядчика, по другим, таких вот глобальных претензий ведь нету. У Черногорского отдела строя была ошибка, даже скорее те проектировщики, которые проектировали для них дома, мне кажется, они ошиблись с температурным режимом. Вот это ЛСТК, эти металлические конструкции, да, вот на потолке, они, видимо, были рассчитаны все-таки на более теплый регион, да, учитывая, что стройка по времени протекала очень быстро, и следом пришла зима, которая в январе у нас, помните, была до 35, естественно, вот металлические верхние конструкции, они начали давать конденсат. А к этой конструкции был прикреплен гипсокартон, который тоже от влажности начинает разбухать. Ниже гипсокартона, это примерно сантиметров где-то 10-15, натяжной потолок. И вот когда в целом обстановка внутри квартиры влажная, понятно, по каким причинам, да, вот эта вот влажность заходит через отверстие в натяжном потолке, это где люстры крепятся, это где-то там по периметру, там создавался так называемый парниковый эффект, гипсокартон напитывался, естественно, его отрывало, прогибался, и, что называется, падал на натяжной потолок. Вот сейчас... Сейчас крыши эти надо переделать? Естественно, уже часть этих крыш переделана. Значит, там предусматривает новое конструктивное решение. Тем более вот по этим же проектам, у нас компания ВИК строила дома, у них таких проблем не возникало. И еще, честно говоря, меня удивило отсутствие большого количества людей, желание у них находиться на строительной площадке, где для них на долгие годы строят жилье. Меня это, честно говоря, удивляло. Я по территориям, по всем моим и по другим мотался, сам приходил, претензии предъявлял строителям, потому что понимал, что есть часть строителей, которые пришли не строить так, как надо, а пришли зарабатывать. И чисто по-человечески нужно контролировать. Все-таки каковы были причины этой трагедии 12 апреля, да, что это была людская халатность или природный какой-то фактор? И, исходя из этого, как у нас планируется усиливать пожарную службу республики? Полностью чрезвычайную ситуацию предусмотреть невозможно. Что было 12 числа? Космомониторинг показывает, ни одного степного пала ни вечером 11 числа, ни 12 утра не было. То есть возгораний, как таковых, не было. Утром 12, 10.38, пришло стормовое предупреждение. Оно звучало так. Днем 12 и в ночь 13 возможно усиление западного ветра до 20 метров, местами до 25. Это означает штормовой ветер. И вот этот ветер, который прилетел, по сути дела, внезапно, ведь утром вообще ничего не предвещало, тишина была полная. Кстати, вот активный циклон из Средней Азии, что называется, затащил нам вот это вот тепло до 31 градуса. Достаточно мгновенно влажность воздуха упала до 2-5%. Это ниже, чем в Сахаре, пустыне. И вот этот воздух, который налетел, там, где он находил огонь, это были и шашлыки, страшная трагедия в Устебаканском районе, где четверо людей, по большому счету молодых, 31 год, 2, 36 и 23 года, вот этот вот шашлык. Жарили, налетел ветер, разнес, все, они не успели, никто убежать. Скорость была... Скоро, это был природный фактор. Это был серьезный природный фактор. Те мероприятия, которые мы реализовывали, опашка населенных пунктов, минерализованная полоса, даже 50 метров, ничего, неестественная преграда в виде реки, в виде дороги, ничего не смогло сдержать этот вот штормовой огненный смерч. Ну, уже и научные специалисты к нам приезжали, ведь смотрели, при ветре 20 метров в секунду, вот этот вот степной пал, подгоняем таким ветром, распространяется со скоростью 8 метров в секунду. Если он увеличивается, скорость, соответственно, увеличивается и скорость передвижения этого степного пала. Это была где-то зола, та, которая у нас 3 дня тлеет, вот вершина бельжа. Мальчик высыпал, вот этот шторм, по ветру просеку из 18 домов сразу создал. Где-то это были смыкания высоковольтных линий, искра. Вы помните, тогда очень сухой год был, у нас первый степной пал возник 3 января. Противопожарная служба? Естественно, тут у нас несколько направлений было. У нас в целом противопожарная служба среди субъектов федерального округа по численности личного состава, который непосредственно участвует в тушении пожаров, у нас их 544 человека на количество населения. Мы находимся на четвертом месте из 12. Федеральная наша структура находится на девятом месте из 12. То есть с точки зрения, скажем, количества личного состава мы выглядим даже и предпочтительно других субъектов. Но мы не можем в каждом населенном пункте построить пожарное депо. Естественно, мы смотрим варианты прикрытия территории с точки зрения оптимального прибытия и боевых расчетов, соответственно, другой вспомогательной техники. Но где-то что-то будет меняться? Да. Значит, вот мы в этом году уже сейчас приступили к разработке проектно-спонятной документации по Учуле Аскизского района и в самом Шира, Ширинского района. Там недостроенное здание. Будем реализовывать мероприятия по строительству депо, по введению дополнительной штатной численности и в том числе приобретению пожарно-технического, всевозможного вооружения и автомашин. Но я вам просто вот две цифры скажу, чтобы понять, почему это произошло. Вот все вообще силы, федеральные, республиканские, муниципальные, приспособленные предприятия, организации, это примерно 200 автомобилей, которые могут участвовать в тушении. У нас было 1414 домовладений, ну пусть домов где-то примерно 1300. Вот когда хорошая нормальная погода, 4 боевых расчета тушат эффективно. В такой шторм, вот грубо предполагаю, 10 автомашин должно было бы тушить. Тогда можно было как-то еще огонь установить. Так вот 10 автомашин умножить на 1300 домов, это получается 13 тысяч, у нас их было 200. Невозможно, силы не рассчитаны на такую вот масштабную трагедию, они могут только какие-то моменты, ну скажем так, пресечь. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова